Ваши поляцы, это так часами комичнее и смешнее выглядят на каких-то так политических программах, когда там взбираемся в свежей политической формации. Сейчас уже нет СЛД, бла-бла-бла. А там от Кукис-15, от ПИС и ПО, właśnie. То, что мы говорим ПО, то можно уже не выглядеть позавчешнее, не знаю, что они повезут, какие-то бла-бла тоже, бзды. Но Кукис-15, выходят молодые политики. И то, что мы говорим о политике, о эмиграции, о рейсах, о терактах, то еще так выглядит, трохи самодельнее, трохи от себя, аналитичнее. Но когда мы говорим от партии Павла Кукиса, молодые девчонки, политики, мы говорим о них в этих программах политических, с таким натяжением, чтобы скупить что-то на том, чтобы не тратить сельветки, на том, чтобы не поверить, какой-то бзды смешный и леющий вода. О ничем. Так говорила, пять минут говорила. А о чем она говорила? Ничего не знаю. И то мне вспомнило о том, что говорил Павел Кукис перед выборами, что политики в целом говорят о ничем. Правительными словами, фразами различными, но так не о ничем. И сейчас то самое, сейчас от Кукис-15 о том рухе. Для чего я это говорю? Чтобы свитчить. Для того, чтобы этот рух развиялся, а не только пришел на пару лет и тратил, как такие партии, которые на ничем не впливают. Хочешь, чтобы на что-то все впливали. Но не так, чтобы это ввода, ввода о ничем. Но так вообще, всем в этих дискуссиях нет, что сказать. Потому что правительцы, которые выводят правительные взгляды, левицы, шмурцы, то в уголе комухи, нет, что сказать. И нет, что для панцев представить. В центровые, лево-центрищи, право-центрищи, центрищи. Все это взгляды, только политические. Но край то христианский, польская. Насперв, не католитский, даже край, а христианский. Они не могут сказать, что мы пришли до костюма, что мы пришли без этого, какой-то там гадач. Мы пришли до студии политической и говорим о политике. Но кому это интереснее? Кому? Потому что они говорим и говорим, дискутируем о той политике, в которой не участвует их край. И они навалывают до того, чтобы этот край, польская, не участвует в этих европейских, глобальных, святовых. Потому что это реально, а не бла-бла-бла-гадачных, каких-то децидий, подъем. Бо то трохи быкленда, как шановный Яцык Курский, отраз по Майдану, Франку Глимайна Цайтун, Дели Миро, Комсомольская правда и решта. Такий потенжный теж вашим политик Яцык Курский, а не начал говорить о Майдане, как о детях. Тен, который не участвовал в этом Майдане и не имеет права о этом говорить. То не его пати. Тем более, несмотря на то, что поляцы, то бстыд, что ниц не могут полицы, полицы, поведич о этих терактах. Только расцитовать то, что уж каждый децек ве. Он попросту отворит интернет и повеет. Склон все, или что, як то жилет, чего то може допровадзич, что то в оголе так все значит, оце операщу. И решта такие демагогичные бстыдеты, которые до них не проводили никогда и ничего не проводили. Бо то жадная не идея, то только расцитация того, что случилось. А то все не еще потенжный край, который мог оборонить свой край. А не так, как говорят, даже политики от Кукиза, не только от Пис, что достаточно 2-3 дней и Польская может заинчить Россию. А у этого края исландского чоуги Абрамс Юж Сом. Ну и ваше еще немного интереснее послухать этих аналитиков с громовцев, с дружных единост, войсковых аналитиков, которые ведом знают что ж на тим. Но они не сом, как бы так сказать, геополитическими экспертами стосунков между краями. Религия, над чем полега, психология, пенензи с кончен. Как они творят, всплывают такие пенензи на развитие мозга. Почему этот мозг из Франции, из Великой Британии, едет до этого ИГИЛа, до этого невызнаниого Републики Исламской, бороться с той самой Францией. Почему так? Они тоже не могут побеждать, потому что они как журналисты, они эксперты. И то их немного интереснее послухать. Они девчонки 15-летних, от партии Кукиза. И мне еще больше интереснее послухать, например, Анны Фатиге. Ти, кто же были именно на Майдане, тем, которым можно ухать, что они что-то от сердца, как эксперты, тоже не только ран сердца, могут говорить не только с эмоциями, а как аналитики. Потому что они в чем-то партицировали, брали участие, участвовали в чем-то, в действиях Европы. Не в тех, где я. Там же еще вчера кшичали лобузы, дегенераты и пидорасты ружные. Пидальские паскуды. Кшичали прежде с кшижем. А теперь с вашим и кшичем мы правиться. Мы за культуру нашим европейским, нашим польским, католитским культурой. Как это у них культура европейско-католитско-польская. Как это, курды? Ну и в вашем дичем тоже, ксюнц говорил на литургии, на мше святой, за упокой душ забитых в Франции. Те же правдивые, праведливые вещи, согласные с крестьянским сумением и крестьянским справедливостью, что подчас выбуху, подчас эксплузии, мяч не была прервана. А так соби играли, играли, играли. И джище тэш, в тэн сам день, на стэнтный, тэш мяч был. Клки зацепили стоншки, упамятняющие души змерлых. Тэш мувил, что джище в кирхе, в костелах, в церквах, по целой Франции. Тэш тлум, люди, которые хотят чимодлить за души замордованных их родаков. Тэш вели поведел о офярах терактов. Тих терактов, что были трохи давние, только на шлях тэму. И о вчерашем теракте тэш. Але о тым же спадаем бомбы от росы путиновской, фашистовской росы на дома сырьячыку. Он ничь не поведел. О тым, же чеба, люк не чеба приймывач эмигрантов для поляков, яко для хрэшчян, яко для прабочжу о децэзиях, которые езжом и езждили и бэндон, дай бог, езжить по краям не хрэшчянским до Африки, до племен мумба-юмба и там пропаговать слово боске. Того креатора, который створил наш край, нас самих и земля там. Тобто, я хочу запытать ОПО приймывать эмигрантов, или нет, оно так, десять раз так, приймывать всеских. Нет, всеских бандеров, нехто в своем счетке тут формуем мачеты, будуем таких, хорош, тэш. Было им обоятнее, чето хрэшчянство, чето музульмане, чето политохлакизм, секта поликота, чпунов и дегенератов и рожных родзей, невідомо, чето баба, чето миншизна. А запытай то самое правительство, они поведут мне ниц, не, не вольно, нет, не треба, то самое от вагули забраненое. И тези питанка, где бедному роднику, хрэшчянину, подать чему? И не мысли, че поляцы, не, я не на жеком, я не мови о том, что он сфильтрованным правдой, мяком, шеподноси, только по-просто целой этой правды, ну, недожечне то в тих ворунках, което раз говорить людям, которые и так по-правде поведеш, и не розумим на той правде, не в Польсе, не полония тут, в Харкове, им треба достаточно спорадична атмосфера подносить, бо им так вагули, и та правда вагули не потребна, бо правда потребна нам, тем, которые сейчас видят, что-то там собирают, даже те, кто-то на меня что-то там выливают целый час, но не дебильным тролям, а нормальным людям, которые хотят познать правду, и имеют свои поклонения, на то ли правдивые, что они тлумят их голову, что их голова просто все разносит, все эксплудует от этой правды, их в среду себя, а по-за намагаемся уявить ту правду, которая выглядит как правду, и вытягнуть ту правду, чтобы с ней могли коржистать люди, и она, та правда, была христианская, чтобы достосовать эту правду, или сделать эту правду на христианская правду, и справедливость, а не бавить огромным словом, позитивизмом, философскими пояснениями, демагогией, и о-ничем, тем, чем занимаются молодые политики, которые приходят сцены политичной, и они видят свой электорат, и этому электорату нужно выдавать каждый день, каждый тиждень, а что выдавать, когда выдавать, и они начинают бла-бла-бла мудрыми словами, политологическими, полиганными выразами, что-то дискутировать, чтобы уже час spent немцы-поляцы держали надежу на польском, что польска будет для немцев, для европейских партнеров, ну, равным партнером, поэтому спирали, усморили экономику, усморили злотовечки нашим дорогам родным, и то теперь эта злотовечка позиумом 2004 года, я думаю, что партнеры должны быть равными, не такие, как окопач или туск, которым либо залапить и быть марионеткой в немцах, там, европарламенте, не на них не впливать, не этого тоже прагнам немцы с развивной экономикой, а также партнера неподлеглего, партнера самодельного, прежде всего Пис в этой справе не говорит, что премистр эмигрантов тысячами, десятками, тысячами, не справдзая навод очистки пальцев, а что мы wszyscy помним, поляцы, там, украинцы, ружьны, народов в немцах, какие выкрашения, юж, лец, там, кодлотых немцев, шупа, мупа, берем у тебя очистки пальцев, но вправе не пункции, пункт, крынгасупа, караем мощно за выкрашения, штрафы, кара и ружьны, а теперь что? шкода говорить что теперь теперь что? у поляков выбор, службы специальные в Польше могут на выбор взять этих эмигрантов, то потребна не только людям крыльянская помощь от поляков, а и для выведения польского, для распространения, для актов, для истории, потому польская, где будет бенджить потенжен крем, она будет играла там на Близнем Всходе, потому польская нет в праве больших условий как в Украине своих ресурсов энергетичных и как польская от груджи от всех, то все будут помить польским, не только Nordстримами 2-3 и как Украина тоже, куда паскутская Россия, путинская ОМИЯ, чтобы только Украина не заработала, но кто тоже заработал в этой Украине против олигархов. И с чем пан Кукис Павел? С каким системом? Когда справа террористичный? Те систем справа террористичный? А Павел Кукис говорит, что мы антисистемовцы, не должен в Польше быть жадный систем, какой анархичный? Йовами он бенжи борьбу с сепаратизмом, Йовами он бенжи борьбу с международовым терроризмом и решта таких для того, поляца, как делает не только замужная родина, а и нормальная родина, которая хочет взять детское, которая может сдохнуть сглодом, а люб, который не сдохнет сглодом, так пусть станет террористом и прийдет на землю не только Бетану, а и до поляков прийдет и решта, решта не ма цего гадать. Как входит в дом детское и выбирает себе детское, чтобы это было детское там не глухое, не шлепое, не рожное для себя, так то самое поляцы, паинство польское и уже правительство теперь может сделать то самое в Немчах или где-то где-то выбрать себе сырычиков, христиан, нормальных недегенератов, но для этого нужно попраковать, запраковать и выбирать, набрать себе какую-то группу, чтобы не было как в Польше, как у геологов, где-то в Чук, на Камчатке, или где-то в Сибире, запрошаем какие-то обцы националисты, обцы расы, чтобы только поспали с женой в юрте, там, где мешка, потому что он спит уже цурки третьего, десятього поколения, такие дегенерации вырастают, едно веха спит сам особо, и там у ней родзом с двумя головами дегенерации генетическими хоробами. Для чего есть украинки наипятнейшие девчонки в Европе и не только в Европе? Потому что тут большая помешанка людей с разными опциями из в Схода, с Захода, с полноцы, с полудня, из всех стран с временем Родзецкого большая помешанка. Потому что это коричная генетичная не только культуровая но и поляцы до приема в Гроно Польске можно спросить у этих эмигрантов, у этих охотников, у которых распределили все домы как исламищики так и российская авиация, которые кричат о не, ох мы распределили не в этот квартал, сори, бо это была проамериканская опозиция, ох сори, не видели, в следующий раз трофимы, о, снова трофили не там, о, полдомашка спросить у сырьевичиков, у охотников, если вы согласны не только воронки, а на нашей культуре, европейском, крестьянском, не только католическом, так, в целом крестьянском, согласны, чтобы быть вместе в Гроне Польске, про Польске, чечить, учить историю, быть просто обычным порядком, согласны, или не согласны. И от этого поляца будет зависеть, или прийти сырьевичков, охотников, или не прийти. Конечно, не нужно спросить, если вы хотите быть как секта иеговая в Польске, или не хотите быть как кредежники в почернках в Польске, или не хотите быть такими дегенератами, как алкоголиками, как там клиптоманов, разных хулиганов в Польске. Нет, этого не нужно спросить. Нужно спросить, если вы хотите быть правдивыми, нормальными, христианскими Поляками. Не такими Поляками, которых нужно тоже гнать с этой Польске. Потому что поляцы не только несут цель застрашить Францию, потому что обратная реакция, это заключение приходит в Францию. Не только застрашить это государство, а и так, чтобы не для того, чтобы Франция перестала бороться с этим государством исламским, а и для того, чтобы застрашить другие государства, которые могут и подъявить децизии принимать этих эмигрантов, чтобы они этих эмигрантов не принимали, а преодоляли их, преодоляли с повротом. Чтобы те, чьи эмигранты вернулись любыми в Цирии, уже не имели оказии выехать, потому что денег на выезд, потому что большая дорога, за Латвейн, чтобы выплатить, нет обычных сырьевиков таких денег. Чтобы они шли невольниками до этого войска, избранничего войска исламского, который борется для наемников, для этих пасов шахидов, чтобы было как в России, чтобы наемницы шли до путиновского войска борется, потому что нет чего жить в этом Домбасе. И тогда сепаратисты ставим сепаратизм, ему пропонуем пенензы и на укропов, и на укропов, не укропы сепаратизм, но будет какого-то борьба, будем страшить Украину тем самым. И тем тумбами, тумбами, ложем на земле Домбасской, так само и сепаратизмом. Потому что это большая форция, большая пененда этих шахов, но за эти пененды должен бороться, живые души. А кто бороться за этих исламистов, когда сыройщики приезжают до Польши или Немец, возвращаются на хрещенство и оставаются нормально жить, работать, ездить, тоже работать. Хочешь до доминиканского костюля, до Вашовского, на Мазуре, на Мазовщах, Белокопольске, хочешь сраной до костюля. Кто поедет из них бороться до края музульманских. Может это и не так поляция, как должно быть, но приятнее мы о том. О чем не говорят ни политики, ни вновь выбранные политики, ни старые, ни молодые, ни в костюлях. НИМУЮ ОМОТЭМ. Субтитры создавал DimaTorzok